Итак, друзья, у нас есть таблица пользователей, таблица элементов, задач конкретных пользователей. И, соответственно, нам нужно двигаться дальше. Следующим шагом мы сделаем авторизацию пользователя. Как вы понимаете, у нас для этого появляются новые маршруты. Таким образом они будут выглядеть. Первый маршрут у нас будет по URL to-do login. Именоваться он будет как UserLogin. И функционал будет реализовываться в AUSController публичный метод GetLogin. Это для отображения страницы входа в систему наших тасков, списка задач. И, соответственно, сам функционал авторизации тоже у нас будет в AUSController. И авторизация у нас будет производить POSTLogin. Метод POSTLogin. Переходим в папку Controllers. Создаем новый файл AUSController. И в нем создаем класс AUSController, который будет наследоваться от класса Controller. Далее создадим публичный метод GetLogin. Функция которого будет вывести нам форму для авторизации. И теперь нам потребуется в папке to-do создать логин Blade.php. Переходим в папку Views, в папку to-do. И здесь создаем логин Blade.php. И наполняем его следующим содержимым. Точно так же, как и в предыдущем, в Index Blade, мы будем использовать дефолтный наш лайаут. И будем заполнять секцию Content, которая находится у нас в нашем дефолт шаблоне. Для теста мы здесь запишем логин, сохранимся и убедимся, что у нас данный раут работает и текст логин у нас выведется. Переходим в браузер, переходим по URL to-do-login и видим наш логин. Все у нас отлично отработало. Теперь создадим форму для авторизации. Воспользуемся help.form, вызываем метод open и параметром передаем массив. Говорим то, что URL нам для данной формы нужно взять из раута, который у нас называется userLogin. Давайте вспомним его, перейдем в рауты и увидим наш раут с именем userLogin. То есть при создании формы, action формы будет у нас вот таким. И в конце мы закрываем форму, вызывая метод close. В нашу форму мы добавим три элемента, два инпута и одна кнопочка. Первый инпут это будет username, в placeholder тоже напишем username, второй инпут это пароль и кнопочка submit. Перейдем в браузер, обновим страницу и убедимся, что у нас это все заработало. Появились у нас два поля, появилась кнопочка. Смотрим код страницы и видим то, что action у нас тоже правильно отработал. У нас будет post-запрос и post-запрос будет вести нас в контроллер auscontroller по такому пути. Давайте вспомним, что у нас при этом отработает. Вот у нас отвечает за запрос post-rout. И здесь в auscontroller у нас должен будет обработать данный запрос метод post-login, который мы еще не создали. Давайте создадим метод для авторизации. Публичный метод post-login. И теперь давайте реализуем сам алгоритм авторизации. Первое, что мы сделаем, это создадим правило для валидатора. Заведем переменную rules правило и зададим то, что поле username. Давайте его вспомним. Вот наше поле username и вот поле password, которые придут к нам из пост-запроса. Узернейм required, то есть оно должно быть обязательным и пасвор тоже должен присутствовать. Теперь нам нужно создать валидатор и с помощью валидатора проверить наши входные данные на соответствие нашим правилам. Создаем валидатор с помощью класса Validator. Вызываем метод make. Первым параметром передаем то, что к нам пришло из пост-запроса. С помощью класса input и метода all. То есть все данные, неважно каким образом они пришли, get, post, все у нас попадет вот сюда. И вторым параметром мы передаем наши правила. Таким образом мы создаем объект валидатора. И когда мы вызываем метод fails, то происходит проверка на соответствие нашим правилам входных данных. И если ошибки есть, то мы попадаем в данный блок кода. В котором мы говорим, что нам, нас требуется средиректить на определенный раут. Раут называется user login. Еще раз мы вспомним. Вот он наш user login. То есть нас средиректят именно вот сюда. И мы передадим в наше представление ошибки. With errors. Параметром передаем наш сам валидатор. Давайте сделаем пару-тройку тестов, с помощью которых мы увидим ошибки. Для этого нам потребуется в login blade сделать вывод ошибок, которые у нас появятся после редиректа. Для этого мы перейдем в login blade PHP в секцию контент. И здесь добавим следующие строки. С помощью for each мы пробежимся по объекту errors. И каждый элемент данного объекта мы будем вводить в отдельный div. Сохраняемся, переходим в браузер. На всякий случай обновим страничку. Поля оставляем пустыми, нажимаем submit и теоретически мы должны будем увидеть ошибку. Да, вышли у нас две ошибки. То, что поле username is required и поле password is required. Давайте username мы указали и соответственно у нас только паспорт остался. Если мы укажем паспорт, то нам говорят то, что мы username не указали. Итак, если мы прошли данный блок кода, если у нас валидатор fail нам не выдал, то мы попадаем сюда. И следующим шагом нам потребуется именно авторизовать пользователя по тем данным, которые он ввел. Для этого мы создаем переменную aus и далее вызываем из класса aus метод attempt, передавая ему параметром массив, в котором будет содержаться два поля. Это, так сказать, логин и пароль. За логин мы примем email и значение у нас будет input. Из input мы берем get переменную username. Для паспорта мы из input берем значение переменной password. С помощью данной команды у нас проходит или не проходит авторизация в системе. Теперь нам нужно проверить, авторизовались мы, либо у нас произошла какая-то ошибка. И, соответственно, от этого уже будем плясать, так сказать. Мы проверяем, что у нас содержится в переменной aus. Если примерно aus это у нас false, то есть авторизация у нас провалилась, что-то у нас пошло не так, то мы редиректим на route user login, то есть на предыдущую страничку, где мы и были, сообщением ошибка авторизации. В противном случае, если авторизация у нас истинная, если у нас авторизовался пользователь, то тогда мы редиректим на главную страничку нашего списка дел, на route to do. Давайте вспомним, что такое route to do. Вот имя alias, так сказать, раута, то есть мы попадаем на обратный слейш to do. Сохраняемся и будем тестировать. Давайте вспомним значение нашего пользователя. Email – это у нас mrkvon1yandex.ru и пароль у нас был 123123. Соответственно, с этими данными мы и будем авторизовываться. Но для начала мы давайте увидим ошибки, то есть будем неправильные данные вводить. Я скопировал email. Переходим в браузер. Давайте обновим страничку. Email я вставлю правильный, а пароль я укажу неверный. Нажимаем submit. Пишет ошибка авторизации. Теперь email я укажу верный, то есть неверный. А пароль я укажу верный. 123123. Нажимаю submit, а ошибка авторизации. Теперь и email, и пароль я укажу верный. 123123. Нажимаем submit. И мы авторизовались. Мы прошли через вот эту проверку и нас redirected на route.to.do. Субтитры создавал DimaTorzok